Я твой отец. Я всегда любил научную фантастику во всех её проявлениях. Из тени словно серая змея. А теперь ещё одна. Ещё, ещё. За размах идей. Получилось! И важные вопросы. Что скрывает вселенная? Как наступит конец света? Уничтожат ли нас технологии? Живой или мёртвый, ты идёшь со мной. А главное... Он живой! Что можно извлечь из этих увлекательных историй? Кто скажет мотор, ты или я? Давай ты. Хорошо. Мотор. Я всегда любил научную фантастику. Что возможно? Что произойдёт? Это всё равно, что заглянуть в будущее. Раз, и получите. Научная фантастика показывает все возможности. Это нечто за гранью научной фантастики. Исследование человечества. В будущем люди делают то, что сейчас даже сложно представить. Точно. Этот жанр буквально лопается от идей. Он намного интереснее других. Классный, нереальный, вдохновляющий. Вы всегда гадаете, а что если? А если не гадаете, вы дурак. Всё возможно. Рэй Брэдбери, Артур Кларк, Роберт Хайнлайн. Вот и всё, я подсел. Концепция вселенной сводит с ума. Между научной фантастикой и фэнтези очень тонкая грань. Чудовище рассказывает нам о нас самих. Научная фантастика для меня особенный жанр. Мы этим наслаждаемся, не можем насытиться. Исполнительные продюсеры. История научной фантастики Джеймса Кэмерона. За годы творчества, работа режиссёром и продюсером, ты выпустил немало фильмов о первой встрече с инопланетянами, о вторжении. Они разжигали твоё юное воображение. О космосе мне рассказал мой отец. Да. Из большого рулона картона, знаешь, на который наматывают ковры. Он смастерил зеркальный телескоп. Здорово. Тогда я увидел луны Юпитера. Это было первым, что он мне показал. Потом посмотрел на кольца Сатурна. Мне тогда было лет шесть или семь. Для меня космос. Ты подолгу смотрел на небо? Да, очень. Просыпался посреди ночи. Папа приходил ко мне в комнату, когда было ещё темно, и звал с собой. Он водил тебя смотреть на метеоритный дождь? Поток Леониды. Понял. Он отвёл меня на холм, где-то в Нью-Джерси. Там на пледах лежали сотни человек. Как в «Близких контактах». Конечно. Та же сцена. Да, я её снял. Мы поднялись на холм, отец положил на траву свой армейский рюкзак, и мы сели смотреть на небо. Потрясающе. Каждые секунд 30 на небе появлялась яркая вспышка. Только что вспомнил. Когда я смотрел на небо, думал, если будет возможность снять научно-фантастический фильм, в нём инопланетяне придут с миром. «Близкие контакты третьей степени». 1977 год. Мне позвонил агент и сказал, «Есть работа». Стивен Спилберг снимает фильм, называется «Близкие контакты третьей степени». Я переспросил, «Что?» Я начал репетировать, чтобы пойти на пробы, а там Стивен сказал, «Мы хотим, чтобы вы у нас снимались. Будете переводчиком Франсуа Трюфо». Как у вас с французским? Вы его знаете? И я ответил на французском. Я много лет не разговаривал по-французски, и если вы возьмёте меня на эту роль, мне придётся нелегко. Никто из них не знал французского. Мы вас берём. У вас отличный французский. Вы недавно пережили близкий контакт? Близкий контакт с чем-то странным? Вы кто такие? Изначально фильм хотели назвать «Следите за небом». Если вы увлекаетесь научной фантастикой, то знаете, откуда это взято. Те из вас, кто слышит мой голос, скажите всем. Скажите всем, где бы они ни были. Следите за небом. Изначальное название близких контактов было аллюзией на научно-фантастический фильм 50-х, ставший классикой «Нечто из иного мира». С днём рождения, существо из иного мира! О, спасибо! У Ричарда Дрейфуса очень интересный персонаж в близких контактах. Он не герой. Неважный отец и муж так себе. Он всё бросает, чтобы узнать, есть ли жизнь на других планетах. Он самый обычный парень. Работает в энергетической компании. Не может забыть одно невероятное происшествие. Когда нечто пролетает над его грузовиком, его жизнь меняется. Персонажи в фильме явно осуждаются. Очевидно, что одержимость пришельцами вредит ребёнку и жене. Наверное, вы заметили, что папа немного необычно себя ведёт. Не могу объяснить. Это что-то значит? Фильм ставит вопрос, как далеко мы готовы зайти ради контакта с пришельцами. Я понимаю, почему нас за это критикуют, но... меня радует, что в мире есть люди, которые прислушиваются к внутреннему голосу и идут за мечтой. Вы были вынуждены туда прийти? Да, можно и так сказать. Что вы хотели найти? Ответ! Это же не странно, правда? Мы не одни. Близкие контакты третьей степени показали нам пришельцев в новом свете. Не как жутких чудовищ, которые мечтают пить нашу кровь и властвовать над нами. Фильм намекал, что в мире много изумительного и никого не оставлял равнодушным. Стивен одновременно умел вызвать удивление, счастье и восторг. В близких контактах есть сцена, где что-то приземлилось. Кэрри бежит открывать дверь, чтобы увидеть невероятное своими глазами. Стивен нарядил актеров в огромные костюмы кролика, мыши и так далее. Потом сказал, «Хорошо, Кэрри, открывай дверь». Кэрри открыл, и в его глазах загорелись удивление, счастье и восторг. Игрушки! Игрушки! Научная фантастика всегда несла в себе социальный, политический, культурный посыл, который обычно содержится в литературе. Она о другом мире, но в ней освещаются проблемы нашего мира. И здесь научная фантастика проявляет себя в полной мере. Я смотрел его дважды. Да? Оба раза плакал. Очень красивый, эмоциональный фильм. Самый важный за последние 20 лет. Режиссером и сценаристом фильма был человек, который искал смысл жизни, склонный к самоанализу. Ему хотелось снять фильм, который ответил бы на вопрос, «В чем смысл жизни?» По сути, это фильм не про пришельцев, а про нас, людей. Что мы чувствуем, узнав о существовании более крупных цивилизаций? Как поступим? Готовы ли мы последовать к примеру Ричарда Дрейфуса? Мы лучше Роя? Или Рой улучшенная версия нас самих? Ты изобрел альтернативную духовность, альтернативную религию. Да, превосходящая нас цивилизация находит наши лучшие черты и вытаскивает их наружу. Да. И вы проявляете эти черты. Или, как говорил Линкольн, ангелов своей натуры. Да, точно. Это добро. Оно не вдохновляет нас на злые поступки. Оно ведет нас к высшему благу. Да. По-моему, именно это делает хорошая научная фантастика. Для тех, кто снимает такие фильмы о невероятном, об удивлении и восторге, важно оставаться ребенком. Приходится бороться с порывами, впасть в цинизм, познавая мир. Это битва. Да. Я все сражаюсь, и мне нелегко. Согласен. Продолжать верить в лучшее. В добро. Жанр научной фантастики чаще других задает вопрос. А что, если мы проснемся и увидим космические корабли размером с города? Вторжение злобных инопланетян увлекает, потому что мы косвенно переживаем страх уничтожения, сидя в уютном кресле и с попкорном. Вторжение пришельцев, без сомнения, метафора темных уголков человеческой души. Это не они уничтожают нашу планету, а мы сами ее уничтожаем. Мой любимый эпизод о вторжении пришельцев это серия «Сумеречной зоны». Называется «Служить человеку». Когда прилетают инопланетяне, они их спрашивают, «Зачем вы здесь?» и те отвечают, «Мы хотим вам служить». «Мы прилетели вам помочь». Люди пробрались на корабль пришельцев и нашли там книгу. «Служить человеку?» «Надеюсь». Они ее перевели и выяснили, что это книга рецептов. Это кулинарная книга. В пришельцах отражаются наши мечты, надежды, желания, то, какими мы хотели бы быть. Но чаще всего они отражают страх неизвестности, поэтому вторгаются на Землю. «День независимости» вобрал в себя все, о чем я мечтал в детстве. Мне хотелось изобразить обычного парня в научно-фантастическом мире, который недоволен вторжением. Добро пожаловать на Землю! Пришло время, когда фильмам потребовался враг, с которым мы не способны справиться. В те времена «Белый дом» был символом силы и власти. Сегодня мы взрываем «Белый дом». Камера! Взрыв «Белого дома» был под вопросом. Он был упомянут в сценарии, и это был важный момент для фильма. Студия боялась вставлять эту сцену в фильм. Они сказали, «Роланд, ты немец, вот и не понимаешь, нельзя взрывать «Белый дом». Помню, Роланд ответил, то есть момент будет противоречивым и все будут говорить о нашем фильме? Что в этом плохого? Так что сцену оставили. «Мотор!» Мы хотели передать ощущение беспомощности. Никто не ожидал, что может взорваться такой объект. Это было до 11 сентября. Сцена со взрывом «Белого дома» – переломный момент «Дня независимости». Помню, я сидел в кинотеатре, и через несколько рядов от меня сидел парень, и когда «Белый дом» взорвался, он сказал, «О, черт! Плохо дело!» «Плохо!» «Дело плохо, приятель!» «Девушка, плохо дело!» «День независимости» полон аллезий на другие произведения научной фантастики. Зрителю приятно, ему есть от чего отталкиваться. Хау, компьютер. Доброе утро, Дэйв. И облака со скрывающимся в них кораблем, как в близких контактах, и даже реплика Джеффа Голдблюма, когда он сбегал с корабля. Быстрее, быстрее! Это прямая цитата из «Парка Юрского периода». Быстрее! Компьютерный вирус – поклон в сторону войны миров, где вирус убивает инопланетян. Невозможно снять фильм о вторжении инопланетян, не сославшись на войну миров. Это крестный отец всех фильмов о вторжении. Но в начале 20 века за нашим миром наблюдали силы куда более великие, нежели человеческие, и, несомненно, замышляли недоброе против человека. Здравствуйте! Я Орсен Уэллс. Я прочел цитату другого Уэллса. Мы не родственники. Герберта Уэллса, известного писателя, историка, пророка, великого мастера научной фантастики. Герберт Уэллс – английский писатель начала 20 века, один из величайших представителей жанра научной фантастики. Достойный автор научных романов. Он изучал важные, по его мнению, идеи посредством научной фантастики. Мистер Уэллс, вам известно, как исправить печальное состояние современного мира? Мне кажется, что сейчас обвал грозит всему, кроме фунта. Война миров, по мнению Уэллса, должна была показывать сражение с нами самими. Что произойдет, если одно общество решит захватить другое, уступающее ему по технологиям? Он писал роман в 90-х годах 19 века, когда Великобритания поступала так с Индией, со всем миром. Что вы почувствуете, если это случится с вами? Война миров безупречно уникальная история о вторжении пришельцев. Отбрасываете страхи прошлого и заливаете в котел страхи настоящего. В 1938 году Орсен Уэллс интерпретировал историю по-новому как угрозу нацизма и войны. Возможно, это лицо, Господи, нечто выползает из тени, словно серая змея. А теперь еще одна, еще, еще. В 50-х над нами висела ядерная угроза. Пришельцы стали отражать ядерные разрушения. Так нам не защититься от их оружия! Потом появилась война миров Стивена Спилберга, больше похожая на катастрофу после 11 сентября. Ложись! Ложись! Это террористы! Если бы не 11 сентября, я бы не снял войну миров, потому что война миров это аналог 11 сентября, событие, поразившего Америку. Крупнейший террористический акт. Пожалуй, за всю историю. Америка не привыкла к тому, чтобы на нее нападали. Последним крупным нападением был Пёрл-Харбор. Ты превратил фильм в семейную драму, которая сблизила героев. Да, мы решили сосредоточиться на одном отце, которому плевать на детей. Да. Но из-за этой катастрофы он стал заботиться о них больше, чем о себе. Да. Это стало ядром истории. Опасность контакта с пришельцами, которую описал Герберт Уэллс в «Войне миров», всегда нас завораживала. Представьте, что наш мир можно уничтожить за секунды. Неожиданно, Голливуд вошел в эту струю со множеством научно-фантастических фильмов, в которых пришельцы пытаются уничтожить нас невероятными, эффектными способами, но также и незаметными, губительными, как во вторжении «Похитителей тел». Они уже здесь! Вы следующие! В каком-то смысле вторжение «Похитителей тел» намного страшнее той же «Войны миров», где пришельцы атакуют открыто, потому что вы не знаете, кто пришелец, а кто нет. Это я? «Вторжение «Похитителей тел» – история о заговоре, где людей заменяют двойники из космоса, которые выращивают улучшенные версии людей на замену в бутонах. Но чего-то двойникам не хватает. У них нет индивидуальности, нет той искры, что волшебным образом делает нас людьми. В 1956 году фильм поняли как отсылку к угрозе коммунизма, с его идеологией, равенства, необходимостью быть как все. Тогда это называли подкрадывающимся единообразием. У всех было такое. Вы говорите с кем-нибудь, а этот человек сам не свой, и это видно. Вы смотрите на него и говорите, «Я тебя не знаю, это не ты. Тебя как будто подменили». Это он? Да. По сути, это метафора. Вы хотите, чтобы у вас были чувства или нет? Вы согласны жить серыми буднями, никак не выражая себя. Джек! 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 Научная фантастика позволяет нам столкнуться со страхами и подсознательными порывами на безопасном расстоянии. Это великолепная метафора и кошмарное предупреждение. Они идут! Послушайте, вы следующие! Мы в опасности! Пожалуйста, послушайте! Это ужасно! Они уже здесь! Ты уверен, что инопланетяне существуют? Или считаешь, поживем-увидим? Если смотреть с точки зрения статистики анализа, как Карл Саган, который изучал возможные жизни на других планетах, то по расчетам выходит, что да, могут существовать другие цивилизации, разумная жизнь. Но в то же время очень сложно себе представить, если оценивать наше место во Вселенной, как мы наладим связь с другими планетами, цивилизациями, ведь они так далеко. Вполне возможно, что через несколько десятков лет мы получим сигнал от невероятно далекой, невероятно экзотичной цивилизации. Тогда все на Земле необратимо изменится. Боже! Карл Саган был так поглощен идеей инопланетной жизни, что написал великолепный роман контакт. Больше всего Карла интересовала связь. То, как общаются между собой люди, виды, племена, культуры. Это был его конек. Он собирался общаться со звездами. Связь стала одной из важнейших тем научной фантастики и одной из крупнейших загадок для научной фантастики. В романе «Солярис» Станислава Лема мы встречаемся с разумным океаном. Чего от нас хочет Солярис? Почему он должен чего-то хотеть? В звездном пути с аморфным облаком. Я не понимаю. В романе Артура Кларка «Конец детства» мы видим, что наладить контакт непросто, когда инопланетяне выглядят вот так. Бояться нечего. Одна из лучших историй о связи с инопланетянами в современной научной фантастике — это роман Теда Чанга «История твоей жизни», легший в основу фильма «Прибытие». Так и полагается представляться. Мне очень понравилось «Прибытие». Главная его тема — общение, и как часто наладить связь удается не с первого раза. Восприятие этой книги у всех свое, и ее сложно экранизировать. Отсюда и сложности, но, мне кажется, с ними успешно разобрались. Книга Теда Чанга повествует о том, как инопланетная раса гептоподов выходит на связь с людьми и хочет обменяться с нами информацией. В своей истории я хотел показать то, что редко встречается в научной фантастике — утомительный процесс изучения инопланетного языка, его слов и грамматики. Я все правильно написала? Это вопрос. Хорошо. Зачем вы прибыли на Землю? Мы все хотим знать ответ на этот вопрос. Он ознаменует собой либо разрушение нашей планеты, либо начало новой эпохи. Что это значит? Предложить оружие. Разница между инструментом и оружием крайне важна. В конце выясняется, что они предлагают не оружие, а инструмент, подарок. И этот подарок — их язык. Эта история не о вторжении пришельцев, а об общении, о том, как два вида пытаются наладить контакт. Суть в том, что повествование нелинейное. В нем нет конца и нет начала. Перед вами все детали, и вы видите цельную картину. Вся жизнь у вас перед глазами. Чем лучше она узнает их язык, тем лучше понимает их мышление. А поскольку оно пронизывает ткань времени, она начинает вспоминать будущее. Инопланетяне в прибытии показывают иное сознание, иной способ мышления, иной взгляд на Вселенную. Это древний вопрос о том, как язык относится к мышлению, как он влияет на мышление. Знаешь, я тут читал о такой теории, что когда погружаешься в чужой язык, ты можешь перенастроить свой мозг. Да, гипотезы лингвистической относительности. Фильм делает прямую отсылку к гипотезе лингвистической относительности. Язык формирует речь, а она, в свою очередь, определяет мышление. Ваш язык заставляет вас на регулярной основе мыслить определенным образом, что напрямую влияет на ваше мировоззрение. Вопрос в том, насколько сильно. Я не сомневаюсь, что язык формирует и определяет нашу реальность. То, как язык гиптоподов меняет восприятие времени Луизы, это одна из крайностей той же теории. Но я уверен, что язык, на котором мы говорим, несомненно, определяет наш взгляд на мир может оказаться нашей тюрьмой. У прибытия великолепная концовка. Луиза знает, что будущее принесет ей много боли и счастья. Ее ждут любовь и ребенок, но ребенок умрет. Она знает, что совершит ряд ошибок, из-за которых лишится мужа, но она выбирает идти по пути боли. Она знает, что ее ждут страдания, но уверена, что моменты счастья того стоят. Это чудесный посыл. Когда дети меня спрашивают, как вы придумали этих инопланетян, откуда вы их взяли? Я говорю, сходите в океанариум, они все там. Я также поступил с Аватаром. Да. Меня вдохновил океан, я не раз в него погружался. Это одно из величайших достоинств Аватара. Для фильма это серьезная загвоздка, в отличие от книг. Создать мир, в который можно поверить, но которого не существует. Это очень долгий и трудоемкий процесс. Да. Этот мир должен быть поистине необычным, но в то же время отчасти знакомым, чтобы в него поверили. Да. Через какое-то время фантазия иссякает. Но теперь у нас есть цифровые технологии, и придумать можно все, что угодно. Меня всегда увлекала анатомия пришельцев. Авторы научной фантастики — это двигатели воображения. Это их роль. У них либо четыре конечности, как у нас, либо они похожи на пауков. Такое часто встречается. Или на осьминога, или кальмара. Они всегда обращаются к природе. Но когда придумываешь новое существо, важно оставить в нем понятную деталь, которая подскажет зрителю, что он должен чувствовать по отношению к этому существу. Тут играет роль не только биология, но и психология. Наша задача — сделать эти существа осязаемыми, чтобы добиться нужной реакции, восторга, радости, симпатии, ну и так далее. Конечно, их можно сделать дружелюбными за счет больших глаз и лбов. Это милые черты, которые встречаются у современных людей. Опасных инопланетян обычно показывают склизкими, змееподобными, чтобы вызвать отвращение. В книге можно все, что угодно описать размытыми фразами. Например, Лавкрафт мог бы написать «Когда он предстал передо мной, у меня упало сердце» или что-то в этом роде. Но это же не подробное описание. Художник должен вдохнуть в него жизнь. Я считаю, что единственный художник, который лучше всех показал, как важен внешний вид существа, это Ганс Рудольф Гигер, создатель ксеноморфа. Я работал промышленным дизайнером, и это помогло мне придумать дизайн существа. У ксеноморфов потрясающий дизайн, включающий в себя психосексуальные и смертоносные образы. Фаллическая голова, жизненный цикл, который начинается фактически с изнасилования. «Чужой», 1979 год. Что за чертовщина? Когда я встретилась с Ридли Скоттом, он показал мне эти рисунки. Я никогда не видела в фильмах такого жуткого мира. Я даже подумала, не представляю, как можно вообще снять такой фильм. Фильм Ридли не теряет своей актуальности. Он обыгрывает сильные стороны образов Гигера. Ридли перенес на экран работу всей жизни этого художника. Я считаю, что ты снял лучший фильм про инопланетян в истории. Многие чудовища не так хороши. Или повторяют знакомые нам образы. Многие фильмы были испорчены тем, что в конце показывали чудовище. В фильме Стивена Челюсти акулу показывали всего в двух-трех кадрах. Нам будет сложно воплотить это на экране, сказал я. У нас не будет компьютерных чудовищ. Тогда вообще такого не было. Но это чудовище должно присутствовать, его нельзя вырезать. Да. Ты справился. Благодаря своему взгляду, вкусу, ты понял ценность психосексуального биомеханоида Гигера. Да. Вся хитрость всего в одном рисунке из «Некрономикона», из книги Гигера. Профиль. Это рисунок инопланетянина, который нужен Ридли Скотту для его фильма. Все равно, что показать мне пошлую открытку. Я воскликнул, господи боже. Да. Тот, кто рисовал это, сказал, что ему не по себе. Слишком непристойно. Я сказал, вот и хорошо. Хорошо, когда дизайн жуткий и непристойный. Замечательно, когда это сочетается. Игра на страхе. Это фильм об эволюции страха. В большинстве ксеноморфов смешиваются характеристики женской и мужской сексуальности. И нас это особенно пугает, потому что обычно мы примиряемся с чудовищами, вписывая их в знакомую нам картину реальности. Человечество мы воспринимаем в том числе посредством пола. Когда рождается ребенок, первый вопрос именно про пол. А инопланетяне смешивают признаки двух полов воедино, и поэтому их нельзя смыслить, а значит, нельзя контролировать. Теперь положите руки на купол, как будто вы его гладите. Помните, как у Гигера? Ридли встретил Баде Джабаладжи в пабе. Тот учился в художественной школе, был ростом за два метра. У него были такие красивые, необычные руки и ноги, что он сам по себе казался существом из иного мира. Когда он приходил на съемки, мы не общались. Никто его не знал. Именно из-за смеси необычной красоты и изящества, сексуальности и жесткости «Ксеноморф» стал великолепным чудовищем. Вот в чем красота научной фантастики. Даже в крупном летнем блокбастере могут раскрываться религиозные, политические, общественные моменты, которые сближают людей, заставляют их общаться и развиваться. Если фильму это удается, значит, он сделан на совесть. Инопланетяне отражают нашу вину и наши страхи об обращении с другими людьми. Некоторым проще соотносить себя с пришельцами, а не главными героями. Ну же! Выходи, ну же! Шевелись, черт возьми! Выходи! В районе номер 9 пришельцы случайно попадают на землю и становятся беженцами. Их корабль зависает над Йоханнесбургом, известным расовой сегрегацией. Снято как документальный фильм. По-моему, это гениально. Они тратят огромные деньги на то, чтобы держать их здесь, хотя могли бы тратить на что-то более важное. Но хотя бы их держат отдельно от нас. Они должны починить корабль и улететь. Привет, привет! Наш герой государственный бюрократ Викус. Я Викус Ван де Мервей из МНЮ. Мы пришли уведомить вас о выселении. Ему пришлось стать пришельцем и испытать на себе жизнь в лагере, жизнь изгоя. Его ущемляли, на него плевали. Государство ставило над ним эксперименты. Мы снимали фильм в Йоханнесбурге, и эти сараи – дома настоящих людей. Жителей выселили в другие районы Йоханнесбурга. С пришельцами в фильме происходит то же самое. Действие происходит в ЮАР, и писать сценарий было тяжело. Мы ничего не стали бы в нем менять. У меня мурашки по коже от одного упоминания. Ксенофобия тогда была в самом расцвете. Жители ЮАР нападали на зимбабвийцев, которые искали убежище в их стране, искали работу, надевали им на шеи шины и поджигали их, потому что те отбирали рабочие места. Это все происходило там, где мы собирались снимать фильм. Я буквально прозрела. То, о чем я писала, как о фантастике, происходило на самом деле. Подождите! Хватит! Зрители должны понять, что многое из того, что люди творят с этими инопланетянами, люди делают друг с другом. Многие из нас родились в маргинальных группах и уже были чужими. Научная фантастика прекрасно это описывает, особенно, когда делает это намеренно. Из машины кого-то достали. Похоже на человека. Это история о том, как угнетатель становится угнетаемым. Я считаю, что он обрел человечность, лишь перестав быть человеком. Хорошая научная фантастика всегда ставит перед читателем эти вопросы. Что значит быть человеком? Могут ли инопланетяне оказаться человечнее нас? Аватар отличный пример. Там люди вторгаются, колонизируют, насилуют, разрушают, уничтожают виды, и это все показано в фильме. Аватар примечателен тем, что показывает нам вторжение пришельцев с точки зрения инопланетян. Если бы я встретила Анна и Тири как инопланетянка, сомневаюсь, что я достучалась бы до ее сердца. Я должна была смотреть на людей как на чужих, на испорченных существ, завоевателей. История очень простая. Мы не раз ее слышали и видели, но я должна была вернуться к прошлому. Для меня, как для творческого человека, создание этого персонажа было нелегким испытанием. Я играла Грейс, человека. Ей нравилось ходить в облике Нави, жить на их планете по их правилам. Джеймс Кэмерон изобрел Пандору, местных жителей, Нави и ряд других потрясающих видов. Их первобытное общество колонизирует корпорации, даже не страна. Это мощная картина, потому что она отражает многие века человеческой истории по всему миру. Нет! Когда мы снимали эту сцену, Джим просил нас предать глубины. Мы плакали над упавшим деревом, но нам не хватало чувств. Это дерево не ваш дядя, не дедушка, не мать. Это продолжение вас самих. Ему не хватало мучений, чтобы показать неправомерность человеческих действий и то, что им не место на этой планете. К этому моменту мы все стали наполовину Нави. В этой сцене пропадает какое-либо родственное чувство к людям. Мы больше не испытываем к ним сочувствия. Мне кажется, тех, кто пишет научную фантастику, что-то злит или расстраивает в культуре или политике, и они хотят осветить эту проблему, которая приводит их в отчаяние. После близких контактов появился «Инопланетянин». Как по мне, это «Близкие контакты 2», более личные. Да, согласен. Ты взял множество идей из фильма о первом контакте и поставил семью в центр повествования. Я задумывал его не как фильм об инопланетном, а как историю о разводе моих родителей. Понятно. Я начал писать историю. Не то, чтобы сценарий, а историю о том, каково это, когда родители разводятся и уезжают в разные штаты. Когда я снимал близкие контакты, и мы дошли до сцены, в которой маленький пришелец выходит из главного корабля и делает жест кодолей, обращаясь к Франсуа Трюфо, все встало на свои места. Я подумал, минутку, а что было бы, если бы пришелец не вернулся на корабль, если бы он остался, или заблудился, или случайно оказался на земле? Да. Что произойдет, если ребенок или семья, новому инопланетному другу? Да, именно. Одно из самых ярких воспоминаний о фильмах про пришельцев это просмотр инопланетянина по сценарию Мелиссы Мэттисон. Она призналась, что изначально в сценарии не было сцены, где он умирает. Но когда умер мой отец, ее это так впечатлило, что она решила изменить сценарий для меня и всех детей, переживших утрату, и сделать историю более эмоциональной. Мама! Спилберг хотел, чтобы персонаж инопланетянина вызывал как можно больше сочувствия. Он попросил дизайнера Карла Рамбальди посмотреть на фотографии пожилых людей времен Великой Депрессии и определить, почему они вызывают сочувствие и выглядят мудрыми и печальными. А потом сказал «И добавьте немного Эйнштейна». Мне было важно, чтобы его лицо завоевало уважение и симпатию зрителя. Да. Мне был нужен немиловидный персонаж, при виде которого весь зал в унисон ахнет. Этого я совсем не хотел. Мне кажется, что создателям фильмов приходится хитрить с изображением инопланетян и придавать им человеческие черты, чтобы вызвать сочувствие. Меня взяли на эту работу, потому что у меня очень длинные и тонкие пальцы. Я вся в отца. Меня взяли на крупные планы, чтобы я мастерила коммуникатор, переворачивала страницы, трогала растения. Коснись земли под растением, немного ее раскопай. В первый же вечер он влюбился в мои руки. Не знаю, как еще это сказать. Каприз там ножницы, потяни за ними. Он решил, что это отличная идея совместить аниматронное существо и руки живого человека. Движения рук вовлекают зрителя в действие, дают точку фокуса, когда смотришь на его странное тело. Главное, они доказывают, что человек может проецировать себя на других существ без негативных последствий. Крепко его обними, отлично. Ты молодец. Опусти на него подбородок. Хорошо. Последнее объятие в фильме многое для меня значит. Тогда я смогла впервые обнять Генри. Я расплакалась, когда Генри прощался с инопланетянином. Он плакал, я плакала. Моей сестре концовка разбила сердце. Она не знала, что конец будет грустным. Она вспоминала, как мама нас успокаивала и сказала, что инопланетянин похоже успокаивает Эллиота. Не похлопывает, а гладит его по плечам. Сестра сказала, что разревелась на этой сцене. И ее чуть не выгнали с кинотеатра. Спрошу напрямую. Сейчас, учитывая твой опыт и взгляды на мир, ты веришь в существование инопланетян? Хочется верить. Я думаю, что заслужил увидеть НЛО. Я снял «Инопланетянина», «Близкие контакты». Господи, я до сих пор жду тарелку. Я сам никогда ничего не видел, но встречал сотни свидетелей. Они держат от тебя подальше. Это точно. чтобы не поддерживать миф о том, что ты предвестник вторжения инопланетян. Видимо. Ты же о нем слышал? Да, я знаю. Безумный миф. Ты намеренно подготавливал нас все это время. Ну, знаешь, я хочу держаться подальше от акул, но я хочу увидеть НЛО. Я ни разу его не видел. Научный фантаст может это исправить. Раньше это было отличное туристическое местечко для НЛО. А потом они улетели. Они заметили, что их слишком часто фотографируют и решили наложить запрет. И перестали прилетать. Я почти готов в это поверить. Ты почти меня убедил, что инопланетяне прилетали. Место там хорошее. Спасибо, друг. Спасибо тебе. Спасибо, Джим. Субтитры сделал DimaTorzok